Я когда не знаю, как вы, когда я читал эту книгу, «Левит», первые пять глав, то, что является недельным чтением нашим на этой неделе. Я просто держался за голову и думал, зачем мне это? Ну да, раньше это было актуально, жертвой, все это нужно было. Ну, сейчас мы имеем совершенную жертву, Иешуа, которая покрывает эти жертвы. То есть мы должны стараться исполнять заповеди, да, ну, в общих чертах, если понять это. А закон относительно жертв, это все уже покрыто, Иешуа. И я начал размышлять над этим. И я вдруг начал осознавать, что мы в нашей жизни, мы просто расслабились. Раньше, каждый еврей, он понимал, что неисполнение закона врячет за собой либо смерть. Либо, если это было случайно, то он должен был принести какую-то жертву. И они все время держали руку на пульсе, чтобы не попасть ни под смерть, ни под лишнюю жертву, которую нужно принести. Они это контролировали, и их жизнь, она подстраивалась под закон, который им был дан. И мы начали расслабляться, жизнь стала спокойнее, не надо заботиться о том, что ты можешь согрешить, и за это тебе грозит смерть. И мы начали, ну, подстраивать, подстраивать Писание под свою жизнь. Как удобнее, чтобы не выбило это из нашей зоны комфорта. Но, по сути, ничего не изменилось. То, что было важно для Бога тогда, оно важно и сейчас. Все, что изменилось, это изменилась жертва. Если раньше нужно было что-то принести, кого-то принести в жертву. То теперь этой жертвой является Ишуа. Но, как и раньше, чтобы принести жертву, ты должен был осознать, что у тебя есть за что ее принести. Ты должен был прийти и сказать об этом священнику. И он после этого только приносит эту жертву, понимая за что. По сути, сейчас то же самое. Чтобы Ишуа стал жертвой за какой-то наш грех. И также сегодня, основной основной основной. Чтобы Ишуа будет коррабан на веру хит. Мы должны это осознать и принести это к священнику, которому также является Ишуа. Мы часто живем примерно по такому принципу. Допустим, понятный более для всех нас, это договор на аренду квартиры. Мы, словно, заключаем договор на жилье, все нормально, как положено. И тут приходит Ишуа и говорит, все, что нужно платить по договору и все коммунальные, я буду оплачивать. И мы, вау, класс! И мы живем в квартире, ни о чем не заботимся, все оплачивает Ишуа. Мы делаем там, что хотим. Шумим, кричим, ломаем все, ну, по мере возможности. Перестраиваем жизнь в этой квартире, как нам удобно. А потом приходит хозяин квартиры. Говорит, послушайте, ну да, все платежи, все оплачено, никаких претензий. Но каждый день у меня звонят соседи, говорят, вы тут шумите, гремите, приводите всех подряд. Вы сломали тут все, что я думал, я вам даже не разрешал этого делать. Тут вообще, ну, не так, как я хочу, то есть не совплюдается ничего. И он говорит, я хочу, чтобы вы освободили квартиру. Мне не нужны такие жильцы, даже если кто-то за них все платит. Я хочу, чтобы вы осознали, что примерно так выглядит наша жизнь. Мы приняли, что Ишуа все, за все платит. Но мы не заботимся о том, что все-таки мы должны что-то еще делать со своей стороны. И я еще раз повторю, что ничего для Бога в этих вопросах не изменилось. Если были какие-то вещи, которые были важны тогда и были отмечены в законе, то оно важное и сейчас. Но только изменилась жертва и первосвященник. И есть еще один момент, который очень ярко прорисован в пятой главе Левит. И я хочу сказать, что еще один момент, который очень ярко прорисован в пятой главе Левит. Не всегда достаточно жертвы. Это пятая глава с 14 стиха. «Господь сказал Моисею, если кто-нибудь провинится, непреднамеренно сделает с какой-либо из святынь Господень то, чего делать нельзя, то пусть он возмещение отдаст Господу барана без изъянов, пусть выплатит его стоимость серебром в шекелях священства, святилища и в качестве возместительной жертвы. Пусть он возместит ущерб, который причинил святыни, и прибавит еще одну пятую. И отдаст все это священнику. Пусть священник, взяв барана для возместительной жертвы, совершит над этим человеком искупительный обряд, и этот человек будет прощен. Что интересно, здесь присутствует та же жертва. Но когда речь идет о святынь Господней, и также есть там дальше еще несколько вещей в отношении чего это применимо, то Бог говорит, ты должен еще добавить пятую часть. Что такое святыня Господня? Что сейчас для нас святыня Господня актуальное больше чем любая другая? В левитах последняя глава, 27 глава, 30 стих. Говорится, все десятины того, что дает земля, урожай с полей и плоды деревьев, принадлежат Господу. Это святыня Господня. Если кто-то желает выкупить свою десятину, он должен добавить к ее цене еще одну пятую. Очень интересная вещь. Мы часто думаем, ну ничего, в этом месяце не получается мне отдать десятину. Но Бог же все прощает. Его жертва, она покрывает нас. Ну, я вижу здесь, что говорится, что да, жертва покрывает. Но Бог говорит, ну ты все равно верни эту десятину и добавь еще пятую часть. И стоит задуматься, мы часто это пропускаем. Мы думаем, что все покрывается и все отлично. Дальше там есть еще места, где говорится, что если ты нашел где-то там что-то чужое, да, это тот же кошелек в нашей привычной жизни. Ты знаешь, он тебе не принадлежит. Ну ты его взял себе, потому что, ну что, я буду сейчас напрягаться, искать чьей это кошелек. Это тоже случайный грех, которым говорится в книге Левит. И она говорит, принеси жертву, а также отдай то, что ты присвоил себе, и добавь еще пятую часть. Мы часто забираем то, что Божье себе. И забываем это потом вернуть. Я думаю, что есть одно важное решение для нашей жизни, как вообще нам, ну, правильно двигаться в этом. Это довольно непросто, это легко сказать и рассказать, но это непросто реализовать в своей жизни. Мы все в суете, в проблемах живем, и каждому тяжело. Но есть одно важное решение. Я думаю, каждый вечер мы должны останавливаться от наших дел, от нашей суеты. И уделять хотя бы 10-15 минут. На то, чтобы проанализировать наш день. Подумать, не сделал ли я где-то случайного греха. Не оступился я или я где-то, и не заметил даже этого. И если мы находим в своей жизни за этот день такие вещи, мы должны взять это и принести первосвященнику. И тогда совершенная жертва Иешуа, она покроет все это. И пред Богом мы снова будем чисты. Аминь. 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 Аминь.